На прошлом занятии мы с вами немножечко отладили вопрос, связанный с гнидополом. Мы составляли с вами списочек проблем, да? Давайте посмотрим, все разобраны или что-то осталось? Нет, все осталось. Что осталось? Из нос зубов. А, из нос зубов. Из нос зубов решается среди позвоночных достаточно просто. Как зуб вообще устроен? МАЛЬ где? МАЛЬ снаружи, а с химической точки зрения что из себя представляет ЭМАЛЬ? Нет, ребят, минеральная основа скелета всех позвоночных, минерал, который называется гидроксиапатит, имеет следующую химическую формулу. Кто знает, что означает эта запись? Точка H2O. Растворяется уже? Нет, нет. Это кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Да, кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Такая кристаллическая решетка. Все понимают? Кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Кристалл гидроксиапатит. Это кристаллы гидрат, где ионы кальция чередуются с ионовых асфатных остатков и с водным диполином. На самом деле, если убрать воду, то останется чистый минерал апатит. Известный горный минерал, ну, допустим, целая горная система, почти целиком из него сложная. Где у нас на территории России? По всякому случаю, там очень крупная залежа апатита. Кавказ? Нет, нет, нет. Что у вас в географии, господа? Хибины. Хибины. Горная система, которая где находится? Воссток. Воссток. Понятно, что география – это наука кризисовщиков. Кольский полосток. Вот я к тому, что гидроксиапатит – не какой-то уникальный материал, который создает столько тела в жировке. Мне это вполне распространенное в неживой природе соединение. Значит, зубная эмаль – это субстанция, которая почти целиком состоит из гидроксиапатита. Органики там совсем чуть-чуть. Живых клеток в ней вообще нет. Так? Это самая прочная субстанция, которую может построить тело позвоночного. Твердость у пластинок из этого материала приближается к твердости стекла. Скажите, пожалуйста, вы ножом сможете поцарапать окунное стекло? Да, я знаю. Нет. А вот оскоком стекла лезвия ножа? Да. Да. Что тверже? Стекло или лезвие ножа? А, не лезвие, не кончено. Ребята, как проверяется твердость материала? Вот такая физическая характеристика, которая называется твердость. Одним актером будет царапать, и остальные… О, царапает или не царапает. Совершенно верно. Самая твердая субстанция известна – алмаз. Алмаз царапает все. А чем можно поцарапать алмаз при очень большом упорстве? Алмаз. Только другим алмазом. Это понятно? Если у нас железный ножичек не царапает стекло, то твердость чего выше? Стекла. Стекла. Вы уверены, что не царапает? Принесите, попробуйте. Давайте. Конечно, это легко. Просто кончиком вот так взял. Да, конечно. Но он на переменках между занятиями, сейчас я гляну. А, если у меня с собой эксперимент поставил. Это делать все просто. Причем здесь клиночек вполне себе личный. Ага. Попробую. Вы помните, что это не я. Хорошо. Хорошо договорились. Значит, итак, материал очень твердый. Материал почти лишенный органики и совершенно без живой плетки. Но это только внешний кукляр зуба, а внутри-то, само тело зубы. У меня есть сквозные ткани. Ткань не совсем костная. Она действительно очень похожа на костную, но у нее немножечко другая структура. Эта ткань называется дэнсин. Танетина обычно оберегает как костеподобный материал. Там просто немножко по-другому располагаются плетки. Налажено их обмен веществ, живых плеток дэнтины. И, соответственно, по-другому формируются слои дэнтины. Ну, а если внутри зуба есть живые плетки, значит, где-то они жить должны. А это значит, что они должны получать. Кровь. Вах. Энергию можно получить, подключившись к электросетке. Кислород. Кислород раз. Клепозь. Питательные вещества два. Куда-то убирать свои отходы. Отходы жизнедеятельности куда-то девать три. Еще четвертая вещь необходимая. Дыхание. 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 Клепочное дыхание. Ну, делиться это уж там не в этом дело. Скажите, пожалуйста, а розу в зубы происходит когда угодно и неуправляемо? Нет. Каждая клетка должна получать химические сигналы, как они называются, которые управляют событиями данной ткани. Гормоны. Скажите, пожалуйста, как любая клетка тела многоклеточного получает кислород, питательные вещества, гормоны? Город. Значит, что надо в зуб подвести? Кровеносные. Кровеносные сосуды. Ну и нервное окончание для того, чтобы собирать информацию о том, что все это в порядке. Совершенно верно. Вот это внутренняя камера зуба, где на такой трехмерной сетке из опорной соединительной ткани, из волокон соединительной ткани. На этой сетке сидят живые клетки зуба, здесь же проходят капиллярные сети, через которые кровь идет, здесь же лимфатические каналы, здесь же нервное окончание. Вот это скопление внутри зуба называется пульпа. Поэтому, если мы зуб прорежем, ну, наш зуб, допустим, так, какую картиночку получим? Внешне кутляры замарля, основное тело из гантина, а вот здесь вот внутри какая камера? Бульбарная полость, здесь, собственно, пульпа. Нужно сделать сюда подвод для кровеносных сосудов к нервам. Нужен в корне зуба отверстие, которое сюда вошло в пульпатную полость, и вот вышло. Каналы, каналы когня, через которые проходят сосуды и нервы. Все это хозяйство закреплено в челюсти. Отлично. Ну, надо сказать, что это я вам зуб млекопитающего сделал. У рептилий зуб немножечко не так крепятся на челюстях, но на самом деле от деталей. Там они врастают, они сбоку, так сказать, пришиты. Ну, а теперь у нас зубы попали в ситуацию, когда очень сильно изнашивается передний слой. То есть эмаль. В районе зажигал. Вот одна трения высокая, да? А если в этом месте зубы разрушились, у дракончика испортился огнемет. Если поведение рассчитано на использование огнемета, то такое существо начинает проигрывать. Это понятно, да? А ну-ка давайте подумаем, а у каких еще позвоночных вы находитесь в ситуации, которые чреват разрушением? Ну, то есть, грубо говоря, постоянное огрызение очень твердых предметов. Изнашивается еще. У грызунов. Как у грызунов решается проблема? Все время все. Постоянный рост зуба. Причем, обратите внимание, как устроена конструкция передних зубов у зайцеобразных. То, что зайц это не грызун. Это все знают или не все? Да, все знают. Значит, зайцы, кролики и щучья объединены в отдельную команду зайцеобразная. Какой признак внешне наблюдаемый легче всего отвечать? Передние зубы. Передние зубы. У зайцеобразных резцы в два ряда идут. У всех остальных млекопитающих у нас один ряд зубов. Так? А у зайца пара очень крупных передних резцов. Ну, вот так вот, все на конце челюсти. Вот они, да? А глубже во рту, что подпирает изнутри? Парочка очень маленьких, похожих на столбики. Вторых резцов. Так? Вот такая уникальная конструкция зубного ряда, только у зайцеобразных. У грызунов это просто парные резцы. Очень крупные. Представляете себе более-менее мышины? Вот. Нет. Так. Передний зуб белки, мыши, любого грызуна. Совсем не представляете? Представляем. Ну, кто-то нет, кто-то да. Попробую я вам найти и просто притащить, показать. Ну, это достаточно сложная задача, попробую решить. Потом, кстати, пообсуждаем с вами, в каких-то местах здесь, в Крыму, можно ожидать найти зубы мыши, видного грызуна, допустим. На самом деле, понимая, как устроена жизнь дикой природы, есть такие места, где не нулевая вероятность нахождения. Хорошо. Значит, а устроен он вот как? Очень схематично рисуем. До предела схематизируем. Верхняя часть черепа грызуна. Вот здесь блазница, вот эта височная яма, сплавая дуга. Так. Мозговая капсул черепа. На глубокой части черепа сидят перетирающие зубы. Целая батарея зубов, которая работает как журнала. А вот так вот вперед торчат два очень крупных резца. Точно так же на нижней челюсти. Два очень крупных резца, перетирающие зубы. И вот, собственно, нижний челюстной сустав. Вот мы получили примерно такую черепу. Если без особых деталей и без особых придирок. Кстати, обратите внимание, вот на этом участке челюсти зубы растут или нет? Нет. Вот такой участок челюсти, на котором не растут зубы, называется диастема. У грызунов очень крупная диастема. У хищников бывает диастема. В чем дело? Длина плыка у хищников такая же, как длина остальных зубов? Нет. Намного длиннее. Ну и хорошо, когда хищник закрывает рот. Куда девается кок? А нет. Вот как раз в диастему противоположной челюсти. Там зубы не отнут друг друга растут, расходятся. Клоковая диастема. Хорошо разобрались. Теперь нагрузка на зубы при грызении большая. Ну, бобры, допустим, они еще деревья были. Как называют часть зуба, закрепленная в челюстных костях? То основное, фундамент зуба. Корень. Корень зуба. Готово же мы, как проходит корень, допустим, верхних зубов, у грузуна, как глубоко. Вот он. Где он кончаться будет? У глазницы. То есть вот здесь корни кончаются. Если бы у нас так было, вот у нас резцы во рту, корни проходят сквозь все челюстные кости и кончаются в районе глазницы. То есть рукоятка сверхпрочная, надежно закреплена. Отлично. А это челюстные кости? Чем-то таким? Чем-то таким. Ну, вы говорите, что что-то за счет чего-то. Да, конечно, что-то за счет чего-то. Возникают фантастические риски, которые нам с вами представят себе даже и сложно. А вот если держать хрмячка или морскую свинку дома и кормить ее вкусненько прямо с своего стола, возникнет у них, у бедняк, некоторая проблема. Дело в том, что у резцов у них неограниченный рост. Вот здесь зона роста, резцы все время выдвигаются. Если кормить вкусненькой и мягкой едой, резцы не стачиваются, и что происходит? Они вырастают настолько, что зверь просто не может закрыть рот. Если это безобразие не остановить, то прорастающий дальше не остановим растет. Начинает прокалывать кости черепа, просто пробивает кости черепа, повреждает ткани. Так что грызунам грызть необходимо, это условие нормального существования. Причем грызть что-нибудь мягкое или твердое? Нет, с ними твердое. Твердое, стачивающие зубы. Но ведь если зубы стачивать, они ведь купиться будут. Я что-нибудь делаю ножом все время. Он от этого становится все острее-острее. Нет. Затупиться. А если я приду и точу? Нет. Я им работаю. Представляете, все зайцы, которые подошел и точат свое зубное... Там, я не знаю, а камень. Такое бывает? Нет. Не бывает. Или бобр, который точит свое зубо. У них система самозаточки работает. Совершенно гениальная. Если мы сделаем продольный распил, возьмем такой резец и распилим его вдоль, да, то увидим вот какую картинку. Видите, что зуб так изогнут немножечко. Собребидный выйдет. Снаружи он чем должен покрыть быть? Эмалью. Эмалью. Дело в том, что внешний слой эмали вот такой отлученный. А внутренний слой эмали вот такой толщины. Между ними более мягкий дантин. Берем молодого грызуна. У него эмалью. Вот такой. Вот такой. Ага. Начал грызть. Передняя кромочка забустачивается. Стачивается. Сточил. Обнажился дантин. Да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, какой слой эмали будет разрушаться быстрее? Внешний или внутренний? Внутренний. Внутренний он тоньше. Поэтому как дальше будет изнашиваться зуб? Он будет изнашиваться вот так. Внешний, конечно, разрушается, но медленнее. А дантин не больно? А, ребята, для того, чтобы ощутить боль, необходимо иметь рецепторы. Согласны? Да. А у нас живые клетки в дантине вот здесь есть? Нет. Нет, они все вот здесь. Так? Так что пока какие-то события в дантине вы что-нибудь ощущаете или нет? Нет. Совершенно ничего. Идея понятна? Ага. В результате зуб отсюда растет, вот так выдвигается. Так? А во время грызения идет все время его стачивание. Скажите, он при этом купится или не купится? Нет. Не имя, не купится. Сам затачивание. Потому что вот этот слой снашивается миленее, чем все остальные. И он всегда будет, причем, чем более плотным материалом грызешь, чем сильнее звук разрушается, да? Вот скажите, вот он разрушается и сильнее, и сильнее. Он от этого становится тупее или острее? Острее. Только острее становится. Так? Ну и сами подумайте, эта конструкция возникла в ответ на способ питания. То есть на постоянную механическую нагрузку на переднюю зубу. То есть вообще, в принципе, в природе такого типа ответное, адаптивное реагирование возможно? Да. Как можно представить себе происхождение? Да достаточно просто. Мутация вообще, по идее, могут касаться любых признаков. Абсолютно любых. Хорошо. Берем непрерывно рост зуба, а эта программа, конечно, нутантная программа, да? Ставим, допустим, тигру, лошади или человеку. Какие-нибудь плюсы носитель такой мутации получает или одни сплошные проблемы? Вашние проблемы. Значит, носитель такой мутации среди других животных групп проиграет, и в результате в рамках тигров, людей и лошадей возникнут зубы постоянного роста или нет? Нет. Не, не возникнут. Такая мутация могла происходить, она просто не закрепилась. А если зубы постоянно стачиваются, такая мутация выгодна или не выгодна? Не, да. Такая мутация становится очень выгодной. Могла возникнуть мутация, приводящая к неравномерности распределения толщины эмали. Допустим, у людей она дала бы что-нибудь. При нашей привычке есть приготовленную пищу, горячую пищу, теплую пищу, такая привычка привела бы к большим неприятностям. Скажите, пожалуйста, как можно, не используя металлические эксперименты, расколоть гранитную, гранитную волну? Вообще, можно к щебелку его превратить? Можно, если там есть между ними трещин, залитую воду, потом... Трещин нету, монолитную. Исходно, абсолютно главный... А, на третях водить, на третях. Значит, развел костер, раскалил на раскаленной холодной водичке. Потом опять раскалил холодной водичке. Очень быстро, очень быстро лопнет на отчасти. По какой причине? По что, расширение? Кристаллические решетки не умеют температурно расширяться и сжиматься совершенно равномерно. А все разные части расширяются и сжимаются неравномерно. Что произойдет? Разрыв связи внутри решетки трещина. При температурных скачках обязательно будет. Берем такой зуб и одеваем слоями эмали неровной толщины. Допустим, здесь у нас эмали такая, а здесь у нас эмали вот такая. Выпили горячего куфе. Скажите, пожалуйста, какой слой эмали быстрее прогреется? Тонкий или толстый? Тонкий. Тонкий. В результате разницы температур в вашем педре? Какая угроза вот в этом месяце? А разрыв эмали. А если со всех сторон эмали толстая? Нет, со всех сторон эмали толстая. Это ради бога. Но если вы поставили со всех сторон толстую эмали, самозаточку у вас может проходить? Нет. А если она не нужна, а просто вот потолще что-то? Вот, ребят, мы же сейчас что обсуждаем? Мы обсуждаем ситуацию, каким образом признаки каждого живого существа оказываются подобны к его способу существования, питания, охоты, преследования партнера, манер заниматься любовью и так далее. То есть вот высокая адаптивность. Ну, потому что равномерное подключение славян как раз то, что их поприкует в голову. А вот такая закономерная неравномерность требует специального объяснения. Возвращаемся к зубам дракона. Постоянно используем в качестве чиркулки для перитного стержня. Разрушение эмали возможно? Да. Ага. Как это дело заблокировать? Все время? Во-первых, постоянный рост для этой системы. Обратите внимание, у кроликов постоянный рост всех зубов или только этих? Нет, только этих. Только этих. Так что постоянный рост вовсе не обязательно касается всех зубов системы. Рабочие зубы постоянно растут, остальные имеют нормальный рост. И дальше что еще? Неравномерность, начиная эмали своем. В этом случае острую рабочую поверхность драконии зуббольта ведь, он все время срабатывается. Им все время чиркуют по перитам. Но он от этого топится или не топится? Нет. Нет? Нет, вот раз. Да, прошу. Вы же помните, как там объясняли, как попадает камень в этот период. Может попадать чисто случайно, неизвестно. Отлично. Таким вспомнили. Ждал кто-нибудь, вспомнил или не вспомнил. Вспомнили, ура. Вопрос был совершенно смертельный для всей этой арганистики. Ну хорошо, первый камушек случайно попал. Так? Пока он там сидел, можно даже несколько раз объемки унуть. Но для того, чтобы отработать навыки одни дыхания, достаточно ли одного такого случайного попадания? Нет. А второе случайное попадание, сколько ждать? Всех лет. Да можно вообще не дождаться. Это все понятно? Да. Значит, вроде дубик. Смотрим. А нет ли в природе каких-нибудь примеров, когда животное научается использовать объекты внешнего мира для встраивания в свое тело? Камушки для влево. Ну, например. Ну, камни в желудке это все-таки не встраивание в систему. Встраивание на порядке. Хорошо. Гастролиты. Согласен. Хорошие. Допустим. А есть более красивая штука. Вот так. Как называются органы ориентации пространства у могоклеточных животных? Ориентация пространства. Вестибуляр. Вестибулярный аппарат. Внутреннее ухо. Представляете себе, как устроено внутреннее ухо у самого обычного речного рака? Да. Как? Это полочка. Да. В районе мусиков, под панцирем, небольшая полость, прикрытая снаружи панцирем, так? По стеночкам полости стоят нейрончики, чувствительное давление, а в этой полости больше песчинка. Плотность песчинки выше плотности воды или ниже? Выше. Выше. Значит, куда она все время старается коситься? В нижнюю точку. Рак накламил голову. Что делает песчинка? Вниз по душе. Перекатывается. А когда она перекатывается, она продолжает раздражать те же самые нервные клетки или на другие сверху? Вы знаете, соответственно, другая популяция нервных клеток дает сигнал. Ага, низ здесь. Так, в результате, рак все время имеет систему сигналов о том, где находится низ. Мы, если я знаю, где низ, вверх вычисляется? Да. Вверх вычисляется. Я понял оси ориентации пространства. Славно. Но только как растут членистоноги? Если вы залезли в консервную банку, а членистоноги сидят в консервной банке во внешнем скелете, то как вы будете увеличивать размер тела? Вы пробовали когда-нибудь растягивать консервную банку? Давайте я вам принесу. Нет, потому что когда он растает, то он приметает другую консервную банку. Правильно, правильно. Линька. Для всех ребят с жесткими внешними скелетами линька становится совершенно неизбежной. То есть время от времени та одежда, которая стала уже маловатой, тесной, сбрасывается. Под ней уже вырос слой новенького внешнего скелета. Пока он еще мягкий и растяженный. А дальше? Дело в том, что на тот момент, когда старый прочный скелет сброшен, тело животного остается неуязвимым или становится очень уязвимым? Натиленно. Ага. Значит, как можно быстрее надо новенький панцирь сделать прочным. Как можно быстрее? Как можно быстрее, славно. Но если тело сохранит прежний объем, то тогда какой смысл увидеть? В результате возникает фантастическая задача. Я сбросил старый панцирь. Что мне надо успеть сделать за пару дней? Подрасти. Подрасти. Причем желательно. Подрасти обычными темпами или дать скачок роста? Нет, скачок роста. Хорошо. Ну и как же мы будем так скакать с размерами тела? Увеличить питательные вещества. Ой, ребят. Во-первых, никакой энергии не хватит без запаса питательных веществ. А второе, элементарно, не хватит времени деления клеток. А можно намазаться чем-нибудь? Намазаться чем, славная идея. Чем мазаться-то? Какой-нибудь такой. На золотистинный. А-а, намного проще. Рак какой среди обитает? В воде. В воде. Клетки начинают усиленно поглощать в огонь. Что при этом с их объемом? Он просто разбивается, он накачивает себя водой. Что при этом с размерами тела? Увеличиваясь размеры тела. Новенький панцирь растянулся по этим новым размерам тела. И стал прочным. А после того, как мы уже получили панцирь на вырост, что можно сделать с степенью ободненности ткани? Меньше. Вернуть в норму. В результате под новыми одежками оказываются небольшие... Зачем эти пустоты нужны? Да, конечно. А когда тело в следующий раз догонит свой размер до размеров панциря? Опять линять надо. И так всю жизнь. То есть такое скачкообразное увеличение размеров только при линке происходит. Но дело в том, что при линке старый панцирь-то слетает. А у внутреннего уха одна из стенок это как раз панцирь. Поэтому в момент линки панцирь сбросили. Что с песчинкой? Песчинка выпала. А дальше что? На дизайн-доку. Рак берет клешнёй новую подходящую песчинку и засовывает к себе в ухо. Может она на что-нибудь делается, такая есть основа на неё? Не понял, что значит на что-нибудь делается. А вот есть какая-то, не знаю, вещь маленькая, она берет, они её наращивают кальций, не знаю, какие-то. Да нет, в том-то и дело, что наращивать кальций можно было бы, если бы эта полость не сообщалась с внешней средой. Тогда можно было бы создать там определённый химизм, ну вот как у нас в камере внутреннего уха. И камушек отолит там возник. А у них-то не так. У них-то стенка отлетела, где-то возникла? Ну, внешняя как. Внешняя пресная вода. Как вы там будете растить кристаллоколикислов кальций? Обратите внимание, какое фантастическое поведение. Так сам в себя засовывает кристалл. Зачем? Затем, чтобы дальше он служил как деталь в органы чувств. Не находите сходства с тем поведением, которое мы ждём от дракончика. Сменить кристалл, купяя во рту. Так? Значит. А в результате является ли совершенно фантастическим и невозможным для животных использование внешних предметов в целях необходимых, точнее, качества необходимых деталей работы системных органов? Нет. Нет. Оказывается, возможно. Другое дело, что очень сложно представить и объяснить себе, как именно шло формирование такой формы поведения. Это целая отдельная история. Если кому интересно, это уже после курса драконистики. Это уже серьёзная этология. Проблемы врождённых, приобретённых в локах поведения, как одно переходит в другое, это уже в этот наш курс просто не въезжает никак. Так? Исходя из примера с раком, можно ли считать проблему смены кристаллоперита в зубах неразрешимыми проблемами? Нет. Нет. Нам этого на этом этапе достаточно. Проблема в принципе разрешима. Не является неразрешимой. Тем более, что, ну вот, из самых общих соображений, уровень сложности поведения у крупной ящерицы и у речного рака одинаковый или у кого-нибудь повыше? Повыше. Повыше. У кого? У ящерицы. Ну, конечно. Нет. Уровень сложности поведения у крупных варановых, конечно, выше. Так? Так что ожидать формирования сложного, достаточно сложного блоку у них вполне возможно. Идейки весна? Да. Ага. Какие-нибудь еще вопросы, связанные с однодыханием, остались? Помните, вы говорили, что у него зубы, они редко стоят довольно-таки? Крокодилы представляют себя. Просто зубы варанов и греки все представляют. Но он не сравнительно редко стоит. Да, там он задор. То есть в пределе, вот если у рака, там причинка понятна, когда попадает только в одно место, то вот здесь он может попасть, а вот куда угодно это. В свой скандин, в любой из промежуток между зубами. А кто вам сказал, что рак только в одном месте? Вы себе представляете, по-настоящему форму было в груди рака? Вы себе представляете, сколько неровностей выступов и впадинок в районе основания антенны антенны? Хорошо. Но другие же эти песчинки тогда, они потом не остаются поверх панциря, а у него в зубах. Поэтому зубы другие будут стачкаться. Не понял, где я. Ну смотрите, ведь же, допустим, вот когда-нибудь попал не только куда мы хотели. Не туда, куда хотели. Жилетка не работает. Вот не туда. Не только туда. Попали куда мы хотели, куда хотели, и еще в другое место. В том-то другом месте зуб уже будет стачкаться вот именно там. Да. И что будет сносить эффектной поведенческой программой, которая не туда, куда нужно, засунула не то, что нужно. Почему она не так засунула? Значит, случайно-то. Первоначально? Первоначально, конечно, случайно. Но если такой камушек первоначально попал в позицию, где он не может при высечении дать искры, то пойдет ли формирование огнетыхания? Нет. Просто этот конкретный дракончик, Вася, не научится огнетыхания. Значит ли это, что в принципе ни один протодракончик не может учиться? Нет. А у нас появление, возможное появление протодракончика, это явление уникальное или серийное? Не серийное. Серийное. У одного не вышло, у второго не вышло, у десятого не вышло, а у двадцатого вышло. Девятнадцать преимуществ возможных не получили, а двадцатый получил. Если он научил этой форме поведение, свою подругу, допустим. Я очень примерно говорю, такого сорта поведения с передачей навыков, а особенно между полами, у рептилий не характерно очень для рептилий. Они же мудрые. Не, не, мудрость это настолько далеко впередущая. Сейчас пока у нас нутантная, уродливая ящерица, которой повезло не сразу померить. Так, какая там мудрость? Да, прошу. А если ящерица будет языком перекатывать камни в нужное место? Вы понимаете, кристалл перитом между зубами должен быть заклинен надежно или так, чтобы можно языком перекатывать? Не, ну например, он взял этот камень, перекатил в нужное место и прижал за вами так, чтобы он держался. А вот это другое дело, вполне возможно динамика. Вполне себе возможно. А ты саживаешься. У вас же прямо внутри рта, вот он манипулятор, гийский язык называется, да? А он заклинен надежный. Да, ну и что? И как бы вот так прям... Перекатывать кубик? Нет, это приклапа, сомните. Хорошо. Формы щели, представляете себе между механическими зубами? Ну а какие проблемы за клининг там? Ну вот, такие большие зубы, такой моя зубка. До него не достанет. А мы не будем малюченький куб, мы кристалл какого размера будем подыскивать? Палач. Подходящего размера. Скажите, пожалуйста, рак себе во внутреннее ухо засовывает пищенку любого размера? Догадайтесь двух раз. Нет. Да, естественно, он отбор по размеру идет. Но если у него вот такая голова будет, то он вот такую пищенку засовывает. Очень реально. А микроскопическую пищенку, которая там под микроскоп на дверь? Даже нет. Тоже нет. То есть, конечно, с лекцией по размеру их, ладно. Прошу. А значит, зубом получается так, у них мутирует какой-то конкретный зуб, да? И они языком, специально вот, чтобы именно под этот зуб, засовывают камешек. Стоп. Давайте последовательные события разбираем. До того, как возникла такая форма поведения, мутация конкретного зуба, хоть что-нибудь хорошее дракончику дает? Нет. Нет. Ну, значит, она после. То есть, а это значит, что несколько поколений до этого шла вот эта подгонка. У нас еще тело не было как следует приспособлено. Вот это и называется совершенствование, так, некоторого наркологического признака. Так, подгонка под задачи. Первоначально он возникает, как, конечно, несовершенная система. А за эти поколения, поколения совершенствуются. Еще давайте. Еще, вот, у меня записка, по-чему, не разобрали. Давайте. Вот время выдоха как-то, дорогие? Время выдоха? Да. А, совмещение выдоха и отрыжки. Да. Это имеется в виду. Скажите, пожалуйста, а регуляция вот этого совмещения происходит при отработке огнемета или при отработке еще газового пистолета? Конечно, при отработке газового пистолета. Ведь вы должны, мы же это с вами измеряли уже, сфокусировать струю отрыгаемого газа. А иначе она просто рассела с обухами у вас перед мордой и не сработала в качестве газового пистолета. Так что эти навыки к моменту возможного возникновения огнедыхания уже должны быть отработаны. Да. Все-таки про зубы. Так они должны быть с ровной мордой. С зубами. Что значит с ровной? А у кого зубы с неровной мордой? С неровной, значит, получается, она трескается и от изменения температуры. Так, значит, во-первых, будет ли существенное изменение температуры при огне дыхания в районе дыхания? Еще раз. А, нет. Помните, мы с вами говорили, либо терроритальная воздушная кольца, либо спиральная воздушная волна. Да? Будет ли нагревание самих зубов происходить? Да, кажется, не будет. Да. Но вот такие вот, чтобы они росли постоянно, тоже не будем получать. Нет, почему? Дело в том, что изнашивание рабочего зуба будет происходить из-за чего? Не из-за температуры совершенно, а из-за чего? Вот этот рабочий зуб, который высекает эскру, его поверхность из-за чего будет изнашиваться. Из-за того, что получится. Ну и сотрение оперидов, без этого эскру не получишь. Поэтому для них-то, как раз, конечно, вероятнее всего, возникновение постоянного роста с неравномерной толщиной маленьких слоев. Еще? А там же вот эта мутация, она должна быть в горло конкретного зуба, да? А вот в нескольких поколениях, в которых будет развиваться эта мутация, и если вот этот камешек будет попадать в разные дырки, ну то есть вот дракон своего сына учит? Нет, 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 он учить нельзя. То есть если камень не попал у нескольких поколений, он будет попадать с очень малой вероятностью, что в одну и ту же дырку. Мутировать будет один и тот же зуб. Ребятки, игра устроится иначе. Вы все время исходите из двух посылок для вас очевидных. Во-первых, что если родился, то уже живой. Так? Жизнь на нашей планете устроена совершенно не так. То, что вы родились, в некотором смысле, это случайность. И скорее всего, что с вами произойдет? Скорее всего, вы умрете, не дожившие, до размножения, до рождения собственной детей. Вы понимаете, каков обычный, вообще такой нормальный, рабочий уровень смертности среди обычных животных? Один. Это будет зависеть от того, сколько потомства оставляет данное животное. Ребят, важнейшая вещь. Современные городские дети такую норму представить себе не могут. Слишком гуманен мир, в котором вы выросли. Детская смертность – это кошмар, это ужас. Давайте посмотрим. Вообще-то обстоят дела с детской смертностью. Допустим, сколько потомков после себя, за свою жизнь, оставляет мышиная пара? Что в 10? 23. Ага. Сколько мыши от с одного за кого? 10. Ну, вообще, до 8-10, но в среднем будем считать 6. Ну, конечно, кто-то совсем не родил, кто-то родил поменьше, кто-то покуешь – отлично. Когда в следующий раз мама будет рожать? Через 3 месяца. Через 4 месяца. То есть в течение года, да, а если еды достаточная и конкуренция низкая, то и через 3 месяца родит. То есть 3-4 помета в течение года. Так, сколько лет маму в среднем жить будет? Пару лет. Вы считаете, сколько потомств? 3-4 помета в год, 2 года размножаемся. На 7. 36. Ага, отлично. В результате на смену пары, папа-мама, приходят 36 детенышек. Скажите, пожалуйста, это только количество мышей в мире не изменилось. Значит, сколько из них имеет право на то, чтобы выжить и размножиться? 2. Только 2, а остальные должны спокойно умереть. Хорошо. А если каждый десятый выжил? Чудовищная смертность для нас с вами, чудовищная, 90%, да? Гомошек, к чему приведет? У нас тренируется слишком много. Экологическая катастрофа, вспышка численности. На смену двоим приходит 3,6. А это значит, в каждом поколении уполторяется количество особей. За пару лет мышей столько, что они выедают все пищевые ресурсы. Ну, мало того, что в этих местах возникают жуткие эпидемические очевидения. Так? Но сам этот вид просто обречен на вымерение. Так что вы учтите, что детская смертность и вообще смертность среди животных, явление не трагическое, а совершенно нормальное и плюс к этому необходимое. Дело в том, что в ходе этой смертности, кто преимущественно будет погибать, а кто преимущественно будет вызывать. Сильнее. Ребят, очень плохой холливудский прием считать, что чем здоровее, тем лучше. Но сам более хитрый. Иммунитет, который самый первый. Вот, ребят, для любого вашего определения можно подобрать пример, когда оно будет заводить в тупик. Дарвин никогда не говорил, что побеждает сильнейшим. Дарвин был умным человеком. Кому повезет? Приспособленные более... К чему? К данному варианту среды. Сколько разных способов приспособиться к данному варианту среды? Много. Очень много. Обязательно ли это сипа? Нет. Отнюдь не обязательно. Обязательно ли это хитрость? Нет. Обязательно ли это, я не знаю, мастеровка? То есть таких способов может быть огромное количество. Важный результат. Так, выживают и размножаются особи, максимально приспособленные к данному варианту окружающей среды. Можно ли приспособиться ко всему сразу? Нет. Нет. Очень разнообразный метод. Так? Поэтому осмысленный и не бессмысленный вопрос, хорошо ли приспособлено к жизни моржи? Бессмысленный. К твоему арктическому месту обитания отлично приспособлено. Опять берем моржа и в середину Сахара его засовываем. Да, он там живет. И что с ним? Сладится там. Ну, ему там на 20 минут всей жизни. Хорошо. Берем моржа и засовываем там, я не знаю, между скаленными веками на Кавказе. И так далее. То есть каждый биологический вид приспосабливается к реальности. Реальный запрос работает, а не какое-то там общее приспособление ко всему. Начало. Вот у нас есть серия дракончиков. Так, кто-то вставил на место, видите, кто-то не на место. Кто-то промахнулся мимо нужного зуба, кто-то не промахнулся. И так далее. Что будет со всеми лузерами? Со всеми, кто промахнулся, не попал, не доделал. Они просто не получат этого преимущества. А значит, в конечном итоге, скорее всего, проиграют в отворе. А с теми, кто попал, не получат преимущества. И скорее всего, что с ним будет? Завернули. Выиграют в отворе. Идея понятна? Да. Не исходите из того, что любое приспособление должно обеспечивать выживание в 100% случаев. Такого не бывает просто никогда. Такая точка зрения может сложиться только у человека, который с момента рождения защищен родителями, социальной системой, полицией, культурой, организацией объединенных наций и так далее, и так далее, и так далее. Вы защищены от возможных последствий ваших поступков. Ребят, нормальные живые существа не так живут. Совершенно не так. Жизнь — это разменная монета. И за ошибку платят именно этой монеты. Именно на этом основана еще структура жизни. Другое дело, что вот эта разменность у разных направлений эволюции имеет совершенно разную выраженность. Мы это дело с вами обсуждаем. Здесь есть все-таки два совершенно разных плана, две совершенно разные стратегии. В рамках одной из них жизнь действительно разменный пятак, а в рамках другой, к которой мы с вами принадлежим, ситуация значительно и значительно сложнее. Но это мы уже не сегодня будем. С вами экологические стратегии — это следующий раз. Спасибо.